всем привет включаемся мы на перерыве как обычно тузамин вас вас издаст у меня просто как в игре не знаю пулемета могу побежать колбасит колбасит конкретно как не значит глаза вылезут подожди так тысячи утром и кофе выпила и кофе немного выпила не надо что-то делать вообще конкретно они что ты довольна расскажи я а вообще кстати я вообще не поняла о чем-то и мы хотели сказать все мы прошли на 2 а у насти на 2 балла больше балла больше да и я в шоке с того что типа половина я сделала именно хорошо и даже письмо написала правильно она посчитала много баллов за письмо молодец а что половина половина правильных заданий я думала что все неправильно типа там где слушать вот это херона оказалось что правильно мы сделали ну у нас херон очень плохо кстати она ошибочно написала проверяла сейчас тест и там где правильно было она говорит что неправильно а написала что правильно это был пробный тест она сказала что мы будем писать экзамен наверное не всего или сейчас будет я так и не поняла сейчас или потом в смысле не будет это странно это дали пробный тест вчера как оказалось быть она бы сказала что мы сдаем экзамен готовьтесь понимаешь нас это девочка сказала это может это опять повторный тест но не может быть я понимаю что это будет неофициальный экзамен но тем не менее еще раз будем писать потому что девочка так сказала и еще раз будем писать какая разница суть в том что еще раз будем проходит когда кто-то проходит и говорит на украинском русском настя сразу смущается мы все равно сейчас будем писать ну либо не сейчас а потом я просто уточняю то есть не людям они будут думать что типа официальный экзамен какой официальный официальный будет в конце курсов то понятно вообще в шоке так и нормальные значит хочу зачитать самые такие комментарии которые набрали самое большое количество лайков настя кстати комментарии вообще не читает она вообще не в теме там уже 330 комментариев на данный момент она 10 утра на следующий день больше значит 307 человек разблокировать и они сразу активизировались я вообще не знаю получается что они все время смотрят youtube до наш канал но они не могли писать но теперь они могут писать конечно же я еще добавила поправочку правило нашего канала новый зритель когда захочет написать нам комментарий он будет предупрежден что на нашем канале нужно соблюдать правила вежливости и не переходить на личности ну будем надеяться что хоть кто-нибудь будет пользоваться этим правилом блокировать я не буду никого там я двоих человек заблокировала которые прям вообще палку перегибали ну будем смотреть по ситуации если будете ребята перегибать палку будем блокировать и не надо говорить а вот вы звезду поймали нет просто слишком много грязи на нашем канале я тоже терпеть не буду итак 45 лайков набрал комментарий ничего удивительного думаете просто будете ходить на курсе таким образом язык сам по себе к вам прилепиться ты думал он просто к тебе так прилепиться прилепиться изучение языка не ограничивается одними только курсами это лишь база серьезно мы не знали спасибо вам за эту информацию когда мы сто раз об этом с вами говорили ну то есть вы должны ним еще больше заниматься вне курсов об этом мы тоже нас ни разу не говорили вот я просто не пойму это а вы судя по вашим многочасовым эфиром не особо уделяете время языку вот такие ученицы когда у нас эфир за неделю может быть два а то и один раз да да можем сидеть по три-четыре часа это не значит что в остальное время мы не занимаемся немецким языком еще раз повторюсь вы видите 10 процентов нашей жизни и вы не можете знать что происходит скажем так за кадром кто когда учит язык кто когда его не учит поэтому делать поспешные выводы вообще не стоит если бы мы вели каждый день эфиры там с 6 вечера до 12 часов ночи тогда бы вы могли бы еще что-то сказать это мы приходим домой около часа и как вы думаете у нас недостаточно времени заниматься языком если мы вам это не показываем это не значит что этого нет идем дальше девочки а кто будет оплачиваем персонального преподавателя они стоят от 35 евро час мы в том-то и дело что уже нашли женщину которая берет не такую уж большую сумму и вдвоем скинуться это будет вообще не проблема а также она еще набирает группу и если все скинутся то вообще получится очень даже приемлемая цена за такое репетиторство дальше неудивительно совсем хотели бы уже могли бегло говорить за год тем более вы находитесь среди носителей на желание у вас нет а скажите пожалуйста вы говорите мы находимся среди носителей а с кем нам общаться на немецком или где нам общаться на немецком если у нас даже в классе все украиноязычные русскоязычные в какой мы среде носителей находимся какой вертитесь в среде своих на что рассчитываете прокатит то есть вы противоречите сами себе сначала вы пишете вы находитесь среде носителей а потом вертитесь среде своих на что вы рассчитываете прокатит а ты на что рассчитываешь что там прокатит что там прокатит, а? И я в 23 года сама стала учить английский, так как припёрла. А вот и я в 23 года. Припёрла. Ну, просто припёрла. Просто её припёрла. Не знаю, как личный преподаватель. Раз припёрла. Нет, ну её припёрла, видимо, какие-то жизненные обстоятельства. Припёрла просто. Ну, такое бывает. А люди любят. Какой ужас и позор. Лезен. Кровь из ушей. Молодые девушки. Больше года в Германии. Лезен. Неужели вы не слышите, как люди произносят слова? Но зато слово пицца на русском хорошо получается. Я, знаете, я там уже прокомментировала достаточно много комментариев по поводу... Сейчас ещё раз вам скажу, чтобы вы позлились. Лезен. Что я сказала неправильно это слово. Ну, извините. Если меня никто не поправляет на курсах, значит, я не могу откуда-то взять это. Я не говорю неправильно. Но теперь я буду знать, как говорить это слово. Спасибо адекватным зрителям, которые по-нормальному написали, что как будет правильно. Что Л это мягкая буква должна быть в немецком. Я не понимаю, да, тоже, извините. У нас учитель, если говорит, типа, вот, ты сказал так слово, всё, она сказала, всё, окей, а дальше будет, типа, и дальше читай другой человек. Значит, что хорошо, значит, ты правильно прочитала. Откуда нам знать? Ещё раз повторяем. У нас нет круга общения с немцами, да? Именно коренные немцы, которые будут общаться с нами. Ну, у тебя хоть как-то, да, есть. Но и то, это ж... Это должно пройти какое-то время. Меня даже не удивляет данный результат. Зато умничаем по каждому поводу. Не пора ли прислушаться к людям, которые дают толковые советы? А какой вас результат не удивляет? Мы что сказали? Что мы не сдали? Или вы повелись на кликбейт, который в обложке ролика на превьюшке написан? Ещё вчера не было результатов. Ну, вот сейчас говорим, да, мы просли проходной балл на А2. Ещё, к тому же, не было шпрехен. То есть, это ещё плюс, были бы дополнительные баллы. У Насти вообще на 2 балла больше. Умничаем. Я не скажу, что мы где-то как-то сильно умничаем. И мы прислушиваемся всегда к советам, которые действительно толковые. Вот вы написали. К людям, которые дают толковые советы. К таким людям мы прислушиваемся. А к советам, которые настроены с какой-то злобой и агрессией, вообще никакие это советы для меня, понимаете? А, мне это как-то надо нагадить, понимаешь? Всё равно написать, типа, вот я всё равно сейчас себе покажу. Вот я, я выучила, я пошла работать, я заход с молотом. Всё. Да, ну это всё. В итоге. Всё это на словах. Ну это что? У тебя есть, наверное, яхта. Ты отыкаешь, не знаю. Ты живёшь в Германии. У тебя есть островок, где ты каждый день или каждый месяц летаешь. Мальдивы, Дубай и так далее. Это мы сейчас... Настя сейчас не обобщает. Ну просто действительно, мы более чем уверены, что вот такие комментарии, вот это с подколом, как-то съязвить что-то, как-то юлить, вот это вот всё, это пишут большинство своём люди, которые ничего сами в жизни не добились. Всё, что они добились, это сидеть на каналах в Ютубе и писать гадости, понимаете? Да. А нашим хорошим зрителям, которые и совет хороший дадут, и там и то подскажут, и как-то поддержат добрым словом, мы им всегда благодарны. Благодарны, и видно, что люди с умом продвинутые, всегда адекватные, подсказывают, если надо что-то, обращаются, даже пишут, если что-то обращайтесь, типа давайте спишем. Конечно. И со сколькими людьми мы общаемся такими, да, хорошими? Да. Почему не написать более адекватно? Нет, надо как-то подводить, и с этим всем таким толком написать. Спасибо, да, я тоже всё-таки... Сначала у меня было другое мнение, что переводчик всё-таки нужен, но теперь я всё-таки согласна, что переводчик надо использовать по минимуму. Будет лучше без переводчика. Так что спасибо за совет. Там было очень тоже много отдельных советов, я сейчас уже не могу по времени всё зачитать. В общем, спасибо нашим хорошим зрителям, которые дают советы, которые подсказывают. Спасибо за конструктивную критику. Всем нашим нормальным зрителям большое спасибо. Ну, а хейтерам желаем удачи. Всё, ребята, нам пора. Перерыв уже подходит к концу. Такое вот у нас видео получилось. Всё. До новых встреч. Всем пока. Чёс.